сейчас мы будем жарить вырезку свиною с овощами значит режем мы ее на крупные кусочки я делаю вот так покрупнее этот напополам мелко сильно не режьте мелко будет сухо включаем на восьмерочку быстрее чтобы нагрелась мясо у нас уже готова чуть-чуть подсолнечного масла ждем пока разогреется сейчас пойдет туда мясо разогрелась и отправляем сюда мясо теперь даем ему поджариться и так переходим к овощам берем одну луковицу среднюю и режем ее на такие вот четыре части лук молодой так берем помидорик коктейльные помидор один розовый и желтый то есть два средних можете три средние будут вот и нарезаем значит коктейльный мы нарезаем просто напополам вот эти вот большие сейчас серединку тут надо вырезать и режем на такие вот дольки ну какой тут жесткий попив так и розовый также этот помидор розовый пахнет прям настоящим помидором сейчас май месяц и уже кстати можно найти очень вкусные помидоры на рынке все переходим чистить перчик переходим к перцу нарезаем на вот такие вот длинненькие полосочки так сейчас мы уже будем добавлять луцек сюда это нет подождите давайте еще с одной стороны зажарим до корочки потом бросим так пришло время перца отправили перец сейчас мы сделаем чуть меньше у нас мясо готово с луком и накроем крышкой и подождем минуты 3 прошло минуты 3-4 перец начал пускать сок перемешиваем теперь можно сделать чуть больше на семерку мощность вот и даем немножечко возможности чтобы он больше пустил сок когда он будет вообще терять форму вот красиво так уже перчик готов отправляем туда помидорчики наши ароматные пускай не пускают сок мы закрываем это все крышечкой и оставляем минут на 5-7 и так прошло минут на 7 помидоры пустились сок причем очень хорошо пустили смотрите аромат невероятный мяско я думаю она уже готова это опять-таки вырезка немного не надо мы ее пожарили она уже была готова значит мы все солим солим по вкусу все потом я всегда добавляю чуть-чуть уксуса будем говорить это две столовые ложечки добавляем перец тоже по вкусу как любите вот перченые или не перченые еще мы привезли вот такие вот галина бланка итальянский микс вот сейчас мы его попробуем на запах ничего предлагаю чуть-чуть добавить очень ароматно так и еще обязательно в это блюдо идет приправа хмэри суннелли сейчас я ее забыла сейчас ищу беру вот эту фирму очень люблю специи так теперь мы это все перемешиваем ой как красиво аромат какой вообще сейчас черненький хлебушек зажарим и все это будет ой как вкусно и не получается не сильно жареная вроде как тушеная и много-много овощей не хватает желтого цвета ну мы добавим скоро зеленый так накрываем и еще даем минут пять-семь и я думаю мы не выключать так готова эта красота будем накладывать теперь прям с юшечкой аромат стоит на всю квартиру очень пахнет вкусно накладываем и мяско и овощи и конечно же подливку думали это все выложить на большую тарелку красивую но так как тут такое дело это требует побольше вот этой вот всей красоты поэтому решили делать в такую пиалу сюда еще просто необходимо петрушка и всем к столу приятного аппетита друзья привет поближе сейчас мы будем это все дегустировать вот мы во время приготовления открыли бутылочку кристина любимое пиво цитрус с лимоном если увидите обязательно попробуйте она ну такая тонкая нотка пива есть но больше здесь цитруса он больше как какая-то слабо алкоголка хорошая вот я вам оставлю чтобы вы увидели хотя бы один раз попробовать надо чтобы вообще быть в теме еды что в мире происходит что в мире происходит реально перчик вообще опупеть какой вкусный здесь у нас греночки есть не представляете какой тут аромат стоит я конечно мясо немного ем но иногда приходится смотрите как оно расслаивается нежная нежная говорю вам правду без единой капли обмана мы это блюдо регулярно делаем а юшка какая христина говорит что сюда можно добавить сейчас лапшу и это будет почти лагман кстати напишите в комментариях любите лагман или нет мы лагман ели в крыму в ялте там кто это турки нет не турки это как эти жители ялты как их ну не ялтинцы а там есть именно а короче я все время забываю татары татары короче вот эти парни они делают нереально вкусный лагман шурпу то есть это непередаваемые ощущения вы едите оно прям вот так все заходит прям залетает в рот вот и все это может дополнить немножко вина это у нас красное вино сухое я люблю сухое вино желательно красное оно идет терпкая может быть немножко крепковато это очень вкусно кто до сих пор не пьет вино вы обязательно попробуйте красное или белое и сухое ну все друзья до новых встреч и не забудьте подписаться на наш канал будем раз будем видеть точнее будем рады вас видеть уже вино действует я так я gars все